Меднайт в Москве 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 В то время в Советском Союзе и на матче присутствуют люди, как мы говорим, в белых рубашках и черных галстрах, большая часть. Но за исключением тех 6 или 7 тысяч канадцев, которые купили у себя на родине тур на эту серию, на эти 4 матча, и прилетели в Москву посмотреть, поболеть за своих. Соперники приветствуют друг друга. Небывалый ажиотаж в Советском Союзе вызвала эта серия, и лужники 15 тысяч зрителей на трибунах, лужники заполнены до отказа, но гораздо слышней, по крайней мере, на первом и втором матчах московской части серии были именно канадские болельщики, хотя их было поменьше, потому что они именно болели, потому что они вели себя гораздо раскованнее, чем советские граждане, которые наблюдали с трибун за этими матчами. Но насколько известны были имена канадцев, и насколько вообще наши любители хоккея знали об этих игроках? Или просто это были лишь имена, или это были люди из враждебного туристического лагеря, так скажем? Ну, вы знаете, скорее всего, те люди, которые смотрели эти встречи по телевидению, они прекрасно знали этих канадцев. Это простые советские болельщики хоккея. А вот те, кто присутствовал на стадионе, я глубоко сомневаюсь, ну, может быть, после первой серии, кто-то и смотрел игры в Канаде, и уже просто, так сказать, знали только имена. А что они из себя представляют как хоккеисты, как мастера этой великой игры, я сомневаюсь, вряд ли. Что касается Гарри Синдона, главного тренера сборной Канады, то он использовал в московских матчах шесть защитников. Видимо, горький опыт первых матчей серии. И научил его не полагаться на ограниченное количество хоккеистов. Не секрет, что начинали канадцы эту серию, играя в четыре или в пять защитников. То вот здесь шесть игроков обороны не смог Синдон выставить на этот матч Савара, который недолечил еще свою травму, полученную в Канаде. Ну и шестым защитником был Силинг. В воротах сборной Канады играл Тони Эспозита. В предыдущем матче, в четвертом матче серии, который канадцы проиграли со счетом 3-5, ворота защищал Кендрайден, сыграл не слишком удачно и вновь вернулся у канадцев на пост номер один Тони Эспозита. У нас Владислав Третьяк провел все матчи серии, в том числе и этот. Началась игра. Может быть, конечно, качество картинки не самое выдающееся, но вы должны понять, что это, во-первых, начало 70-х, много лет прошло. Ну и мы смотрим ту картинку, которая приходила в Канаду, для того, чтобы сигнал дошел, без помех требовалось усилия затратить. Ошибаются канадцы и уже в самом начале матча момент был у нашей сборной. Владимир Петров был с шайбой, он не стал бросать, он, по-моему, пытался отдать передачу. Да, он делал передачу Борису Михайлову, но, к сожалению, Боря немножечко постушил и не удалось ему принять шайбу и забить гол. А вообще передача была хорошей. И вот характерный момент, оборотка в исполнении канадцев и Фил Эспозита, владея шайбой и имея партнера справа, выход 2-1, он предпочел бросить сам. Да, это те канадцы, вот в тот период времени канадцы еще мало использовали при выходе 2 против 1, 3 против 2 своих партнеров. Они пытались решать в таких ситуациях игровой момент самостоятельно. В первых матчах серии оборона канадцев оставляла желать лучшего, ну, если не брать во внимание вторую игру, когда они победили 4-1. 7 шайб пропущены, 4 шайбы, 5 шайб за матч. И, наверное, какие-то выводы они сделали и, наверное, построже играли уже в Москве, именно в обороне. Ну, вы знаете, вот судя даже по началу этой встречи, я бы сказал, что канадцы перестроили тактику своего. Они не играют в атаке, они играют строго от обороны, то есть все внимание уделяя своей зоне, опеке наших форвардов, быстрых форвардов. И, во-вторых, при первой возможности они тут же стараются перейти в контратаку. Вот в этом, мне кажется, самая главная изюминка, которая была у канадцев вот в этой серии у нас, в Москве. Сборная Советского Союза получает возможность поиграть в большинстве. Ну и вот как раз первый подрыв картинки. Не волнуйтесь, сейчас снова все восстановится, будем смотреть этот хоккей. Но вот такие вот сложности иногда имели место быть. Вообще, надо сказать, что в отличие, наверное, от канадской части серии, немножко другим, может быть, было судейство, манера судейства. Ну, прежде всего потому, что обслуживали европейские арбитры эти матчи, и, наверное, как-то это сказывалось. Ну, вы знаете, всегда, когда команда проигрывает, говорят, что в какой-то степени виноваты в этом судьи. Ну, я буду откровеннее до конца. Конечно, конечно, в этой серии судьи, ну, я не буду употреблять слово подслуживали нашим, но они, так сказать, были за нас. Они хотели, чтобы сборная команды Советского Союза выиграла эту серию. Это, если иметь в виду, московские именно матчи. Именно московские матчи, да. Вот, вы видели, сейчас мы играем в большинстве, а удаление, в общем-то, как такового не было со стороны канадцы. Но, тем не менее, судья тут же среагировал и отправил канадцы отдыхать на две минуты. Не удалось нашим реализовать численное преимущество. Это уже соперники в равных составах, и бросок Бориса Михайлова отражает шайбу Тони Эспозито и проброс. Но еще я обратил внимание на то, что канадцы в первом периоде в этом матче, в начале этого матча, немножко двигаются, катаются по площадке значительно медленнее нас. Но это, естественно, и адаптация. Они недавно только прилетели в Москву. И, конечно, во-вторых, это те скорости, которые включила сборная команды Советского Союза. То есть пока канадцы явно не успевают. Но посмотрим, что будет происходить дальше. Борис Кулагин, один из тренеров нашей сборной, отмечал, что даже объем тренировочных нагрузок у канадцев ниже, чем у молодых хоккеистов в Советском Союзе, хоккеистов в детско-юношеских спортивных школах. И, по мнению Кулагина, надо было действовать в высоком темпе все три периода, стараться навязывать такой темп, для того, чтобы канадцы, может быть, ближе к концу матча, во второй половине матча уже переставали успевать за нашими хоккеистами. Но понятно, что профессионалы тоже, канадские профессионалы тоже понимали, что скорость – это союзник советских хоккеистов. И, видимо, старались, во-первых, вот, как вы сказали, грамотно играть в обороне, в средней зоне очень внимательно. Ну и старались, может быть, что ли, дозированно включать вот собственную скорость, для того, чтобы хватало их на весь матч. Да, совершенно верно, совершенно верно. Здесь правый Кулагин и то, что вы сказали, Олег. Абсолютно. Именно дозированно. Когда это необходимо, и когда возникает какая-то такая ситуация на площадке, где, не включив скорость, ты можешь проиграть момент и получить шайбу в своей вороте. Фил Эспозита готовится побороться на точке вбрасывания. Эспозита был королем пятачка. И вот сейчас мы видим очередной момент, когда он использовал, ну, практически квадратный метр, для того, чтобы принять шайбу, развернуться, тут же бросить по воротам. И хотя вроде бы рядом наших хоккеист, помешать ему никто не может. Вот арбитр отправил Эспозита прочь из круга вбрасывания и поборется за шайбу вместо него Боби Кларк. Там, по-моему, и смена. Да, смена произошла у канадцев. Ну, Кларк постоянно играл с Хендерсоном. И в Канаде, если мы помним. Наши перехватили шайбу. Это Викулов. Он в чужой зоне. Здесь играть в пас было нескольким. И Викулов бросил по воротам. Может быть, из не самой удобной позиции, но бросок довольно опасный. И тут же один пас и момент у наших ворот. Вот тот самый случай, когда канадцы при необходимости включили максимальную скорость. И Хендерсон убегал к нашим воротам. Хендерсона можно отличить от других хоккеистов, когда он находится на площадке по шлему. Он один из немногих, кто уже тогда одевал шлем в составе канадской сборной. А сейчас здорово сыграл Кларк в своей зоне. Он подставил клюшку, и шайба вышла за пределы зоны канадской. И снова Кларк. Харламов. Харламов в чужой зоне, и кто-то поторопился. Может быть, это был Мальцев, десятый номер. Слева чуть-чуть пораньше вошел в зону. По-моему, свисток раздался еще до того, как последовало сопор. Да, положение вне игры. Что касается сыгранности, ну, понятно, что в составе нет, вроде бы все нормально. В составе сборной Советского Союза было гораздо больше сыгранных сочетаний. Видимо, все тройки практически комплектались по клубному принципу. Или почти все? Почти все, за исключением тройки, которые играл как раз Мальцев, Харламов и Викулов. То есть и Харламов, и Викулов никогда не играли вместе, даже ходя не оба из Центрального спортивного клуба «Армия». Всегда с Петровым и с Михайловым играл Харламов. Это первое. И вот второе звено из креста этого. Да, вначале они играли все вместе, а потом, давайте посмотрим с этим моментом, видите, опять провал по правому флангу, выход Махолича, Пита Махолича. Нет, это, скорее всего, Фрэнк Махолич был. И потом, в итоге, почему-то тренерам не понравилось, как играет звено целиком. Не имею в виду, звено из креста этого звена Аниссона. И тренеры стали варьировать состав. С чем это связано? Ну, мне тяжело сейчас говорить об этом, а вообще даже рассуждать. Вот, посмотрите, это вот как раз Мартынюк сейчас играет с Шаляльным и с Якушевым. Но, если я не ошибаюсь, в дальнейшем в этом же звене будет играть Аниссона. Ну, и если чуть-чуть продолжить разговор о составе, вот многих интересовал такой вопрос, почему в составе сборной Советского Союза не нашлось место Анатолию Фирсову. Потому что, насколько я знаю, у него не было травмы, он был здоров, но, тем не менее, он не принимал участия в матчах этой суперсерии. О, знаете... Был бы я тренером, наверняка играл бы в сборной команде. Я не хочу ничего плохого сказать о наших тренеров, но в то время существовала, так сказать, и хоккейная политика. И вот он как раз, Анатолий Фильдов, великий советский КИС, попал, вот, как говорят, не в то место, что ли, если можно так выразиться. И, в общем-то, наверное, ни Бобров, ни Кулагин не захотели его взять лично по каким-то таким политическим причинам. Каким, я не могу сказать, потому что я этого не знаю. Но по игре, по своему мастерству, по классу, и, так сказать, вообще по всем данным Фирсов, конечно, мог играть в этой сборной и сыграл, наверное, на каждую. Бобби Кларк общается с арбитром. Вот как раз мы говорили о сыгранных сочетаниях. Как раз напарники Кларка по звену, Элис и Хендерсон, играли вместе в Торонто, и как раз они составляли готовую связку. Ну, а Бобби Кларк был единственным представителем Филадельфии Флайерс вот в этой канадской сборной. Расцвет Филадельфии наступит несколько лет спустя, когда эта команда будет выигрывать Кубок Стэнли. Ну, а пока действующим владателем Кубка Стэнли являлся Бостон Брюинс. В частности, Филас Позита представляет эту команду. И представлял эту команду Бобби Ор, великий канадский защитник, который, увы, из-за травмы не смог принять участие в этой серии. Хотя Гарри Синден, я знаю, до последнего надеялся, что, может быть, в московских матчах удастся использовать Ора. Да, я знаю это. Ор сам сожалел, он хотел сыграть с русскими, потому что, если я не ошибаюсь, Ору один раз за всю его спортивную карьеру удалось сыграть против сборной команды Советского Союза на Кубке Канады. Да, это 76-й год, 76-й год, да. И больше он не играл. Удаление в составе советской сборной, причем удален Валерий Харламов. Вот посмотрим, каковы будут канадцы при игре в большинстве. Понятно, что европейские размеры площадок не самое для них удачное место пребывания. И понятно, что канадцы должны были каким-то образом подготовиться к игре в Советском Союзе. И по дороге в Москву они заехали в Швецию и провели там два товарищеских матча со сборной этой страны. В одном выиграли 4-1 и в повторной игре сыграли 4-4, причем проигрывали еще на последней минуте со счетом 3-4 и сравняли счет, играя в меньшинстве. То есть против шведов канадцам пришлось непросто, наверняка, в том числе и по причине других непривычных для них размеров площадки. Все ведь другое, даже вот при расстановке, при игре в большинстве. Вот то, что площадка уже, наверное, это играет очень небольшое значение. Не столько, что она короче, сколько она уже. Да, дело в том, что, понимаете, любой бросок на узкой площадке, и, как правило, полет шайбы, даже если шайбы проходит мимо вратаря, удар в ворт, и по траектории она отсказывает так, что накатывающийся игрок на эту шайбу может повторить этот бросок. То есть значительно больше работы вратарям и удобнее играть нападающим, я бы так сказал. Пытаются войти канадцы в зону. Довольно много свистков в этом матче. Вот если сравнить с играми, которые состоялись в Канаде с четырьмя теми матчами, то остановок в игре пауз в игре гораздо больше. Почему на ваш взгляд? Ну, вы знаете, с одной стороны, вот в данной ситуации мы видели, Канадцы вбросили шайбу именно в сторону Третьяка, вот, и пошли на добивание, зная, что Третьяк прижмет шайбу. А если он прижмет шайбу, вбрасывание будет в зоне Канадцы. Значит, выиграй шайбу, и ты играешь в большинстве, но у нас в зоне. Это один из уже тактических приемов. С другой стороны, как мне кажется, Канадцы специально затягивали игру для того, чтобы, как мы говорим, отдышаться, чтобы глотнуть кислорода, немножечко прийти в себя и продолжить дальше встречи. Вот, мне кажется, две причины основные, почему больше было свистков. Канадцы пытаются организовать быструю атаку. Это Жильбер Перро. Он не так много играл в этой серии. Бросок и шайба в сетке. Жильбер Перро отдает пас Паризе и Жан-Поль Паризе на 16-й минуте первого периода делает счет 1-0. Как можно вот эту атаку прокомментировать? Ну, вы знаете, вот у нас левый защитник, это, кажется, Виктор Кузькин, четвертый номер, да? Это, конечно, на мой взгляд, первая ошибка, потому что он не должен был проигрывать. Канадцу в такой ситуации. Он поверил на финт влево, что он будет играть в центр шайбу. А на самом деле игрок убрал шайбу вправо и тем самым обыграл Кузькина. А там уже ситуация возникла, когда канадцы имели численные превосходства в игроках. И они это здорово использовали, разыграли, как мы говорим, лишнего. 1-0 в пользу канадцев. Удалось им открыть счет уже ближе к окончанию первого периода. Вновь в движении Гарри Синдун. Он такое ощущение, что никогда на месте не стоял. Интересно, что вот по воспоминаниям Фила Эспозита, обстановка в сборной Канады была более раскрепощенной, на его взгляд, чем в сборной Советского Союза. Эспозита, в частности, обращал внимание на то, что Борис Кулагин постоянно критиковал советских игроков, постоянно громко с ними разговаривал, кричал. Вот так казалось Эспозита. А канадские же тренеры реагировали гораздо спокойнее. Вот что можно по этому поводу сказать? Насколько, может быть, что ли, деловой, рабочей или, может быть, несколько напряженной, взвинченной была обстановка на нашей скамейке и вообще в советской команде? Ну, вы знаете, я скажу так. Существует два подхода тренеров. Одни жесткие, которые много говорят и довольно-таки грубо говорят. Это до сих пор происходит и во всех командах мира, и не только у нас в стране, и за рубежом, и в Канаде, в Энхэл, в том числе. Вот что касается этой серии, если перейти на эту серию, то я скажу, Гарри Синден, да, он тоже делал какие-то замечания, но в более, в таком-то, так сказать, мягком тоне, не употребляя каких-то таких грубых выражений. В советской команде произошла очень парадоксальная ситуация. Если, если я не ошибаюсь в прошедшем репортаже, я говорю, когда мы ехали в Канаду, то перед нами никаких задач не ставилось. Не ставилось. Просто сказали, ребят, сыграйте, как вы сможете сыграть. И у нас действительно вот там, в Канаде, была раскрепощенная нормальная остановка. Но когда наше руководство высшестоящее почувствовало вкус побед, и, в общем-то, они были умными людьми, и они поняли, что канадцу можно выиграть, даже нужно их обыграть, вот тут все сразу изменилось. И не только со стороны, как я уже сказал, руководства, но и со стороны тренеров. Тренеры, ну, это не касается Бабова, Диана Михайловича, а Борис Павлович Кулагин, он, в общем-то, армейский человек. Вот, он тут же включил все армейские, так сказать, выражения, отношения во время к игрокам. Я имею в виду, вот такая жесткость, почему ты этого не сделал, нужно делать так, так, так. И тут же, понимаете, любая команда, любые хисты, они же люди, в первую очередь. И команда немножко зажалась, зажалась. Это еще не так видно вот в сегодняшнем матче, и мы этого не увидим до конца, да. Но вот в следующих, в последующих матчах это было настолько ощутимо и видно, даже со стороны, вот. Что, в общем-то, и не позволило нам выиграть эту серию. Сейчас вот вновь едва наша команда не пропустила. Если бы не Третьяк, то мог состояться гол. Ну, а хоккеистам, которые так блестяще прессинговал нашего защитника и выложил партнеру пас на чистый лед, на свободный пятачок, был Пол Хендерсон. Вот он снова играет на Эллиса, и тот едва не переправил шайбу в ворота. Действительно, вот эта тройка по именам, может быть, не самая звучная в составе сборной Канады. Эллис, Хендерсон и Кларк, она, по сути, была лучшей в московской части серии совершенно точно. Да, ну, в общем-то, Кларк и уже, хоть он был еще молодым довольно-таки, хоккеистом, а Хендерсон, Эллис, игроки Торонто, Липс, одной из сильных, очень сильных команд в основной хоккейной лиге. И вот Синтон нашел такое сочетание, и они действительно были, да, мне кажется, не только здесь, но и в Канаде лучшим звеном. Сейчас удалось подключиться нашему защитнику. Александр Гусев бросал по воротам канадцев с пятачка, и шайба летела под перекладину, но Тони Эспозита ее отразил. Защитники сборной Советского Союза славились своим умением отдать точный первый пас, и вот это было очень мощным оружием нашей команды. Наверное, канадцы постарались как-то бороться с этим, и в отличие от первой части серии в Москве, чуть-чуть забегая вперед, вот такие передачи проходили реже? Да, ну мы вот с вами сейчас смотрим и видим, что пока уже, наверное, прошло больше, чем половина первого периода, в общем-то, ни одного и такой передачи мы с вами не видели. Канадцы сразу, потеряв шайбу, и если они чувствовали, что они не могут овладеть этой шайбой в нашей зоне, они тут же откатывались назад, к синей линии, и их там было как минимум четыре шайка, и отдать уже пас, вот этот знаменитый советский первый пас, было практически невозможно. Михайлов, Петров и Блинов, вот такая тройка нападений, сейчас на льду в составе сборной Советского Союза. Борис Михайлов с шайбой. Мы видим, как подвижна оборона канадцев, они постоянно перемещаются, и не дают нашим хоккеистам принимать шайбу на скорости. Ну, посмотрите, крайний нападающий пришел в угол в своей зоне, что, в общем-то, для вот этого матча, да и для последующих, совершенно нормальное явление. То есть очень и очень плотная оборона. Если защитники не справляются с нашими нападающими, а многие из них, это действительно, на самом деле, не могли справиться, то на помощь к ним приходили крайние нападающие. То есть нашему нападающему приходилось играть против двух игроков уже, а против двух практически очень сложно что-либо сделать. А вот если сравнивать хоккеистов по амплуа, допустим, наши нападающие, канадские нападающие, советские защитники, канадские защитники, на чьей стороне было преимущество, может быть, в тактической выучке, в искушенности? Вы знаете, Олег, я бы не сказал, выучки лучше. Выучка у тех и у других была прекрасная. Но вот что касается подразделения, то нападающий и у тех, и у других я бы, так сказать, поставил бы по пятерке и тем, и другим, а вот канадским защитникам я бы поставил пять, а нашим четыре. Поясните мысль. А дело в том, что все-таки, все-таки канадские защитники меньше ошибались при обороне из своих ворот, нежели наши, особенно в московской серии. Пауза в игре, и здесь требуется помощь канадскому хоккеисту. Вот я, вы знаете, я вот на 200%, вот видите, степа встал, как ни в чем не бывало, никакой травмы не было. Но он что сделал? Сделал паузу. Он чувствовал, что уже подустали канадцы. Он сделал паузу, дал отдохнуть. Всем, и себе в том числе, и продолжил сыграть. Концовка первого периода, звучит сирена, и команда отправится сейчас на перерыв. 1-0 после 20 минут игры сборная Канады выигрывает у сборной Советского Союза в пятом матче суперсерии 72 благодаря голу Жан-Поля Паризе. Мы снова с вами в Лужниках. Второй период матча с СССР Канада, пятого матча суперсерии 72, вот-вот начнется 1-0. После первой 20 минутки впереди сборная Канады Жан-Поль Паризе забросил эту шайбу на 16-й минуте. Ассистировали ему Жильбер Перо и Роджильбер. Канадцы довольно активно пытались начать второй период, пытались войти в нашу зону, ну а атака сборной СССР прервана судейским свистком. Булксав Третьяк в воротах сборной Советского Союза и Тони Эспазита защищает канадские ворота. В первом периоде нельзя сказать, что у Эспазита было так уж много работы, хотя, может быть, в пару раз он вышелся в команде. Да, безусловно. Эспазита отыграл на уровне своих возможностей. Работа у него хоть и была, но не такая уж, я бы сказал, сложная. Потому что, в первую очередь, очень здорово сыграли канадские защитники, которые практически заедут в случае нескольких моментов не дали возможности нашим нападающим забить шайбу. И во-вторых, конечно, и наши нападающие не сыграют так, как они могут это делать. Ну, а сейчас мы видели, как Жильбер Перро едва не наказал наших защитников за ошибку. Перехватил передачу Гусева, тут же отпасовал на партнера, и канадцы задержались в нашей зоне секунд на 20. Но все на этот раз обошлось. И снова свисток. Мы отмечали, что свистков довольно много вот именно в этом матче. И отмечали, почему такое происходило. На данном случае просто офсайт. Но а канадцы действительно по первому периоду запомнились тем, что мастерские в те моменты, когда это требовалось, забивали темп. Да, они, как говорят, в хоккее играли аритмично. То есть то медленно, то слишком медленно. И вдруг следовал взрыв. Взрыв, который стоял на нашей обороне в очень сложном положении. Владимир Шадрин был на ваших экранах. Вбрасывание он выигрывает. И сборная Советского Союза начинает свою атаку. Успокой, Антонио Спазито. Здесь никто ему не мешал. Жан-Поль Паризе. И вторая волна канадской атаки. Брэд Парк привез шайбу в нашу зону. Брэд Парк один из лучших атакующих защитников. И вообще один из лучших защитников НХЛ того времени. Бросок, третья к шайбу отражает. Удивительно даже, что никто из канадцев не поспел на пятачок. И там наши совершенно спокойно сыграли. Наверное, это связано с тем, что площадка значительно больше, чем канадская. Вот то, о чем мы говорили, действительно требуется еще время, чтобы адаптироваться к канадцам. И может быть, они еще и стараются как можно меньше рисковать, именно пометуя о том, что пространства больше. Да, совершенно верно, да, совершенно верно. Хотя добить эту шайбу было очень непросто, непросто. Но если нападающий пошел бы ее добивать, то в обороне вы как раз могли иметь какие-то неприятности. Всеволод Михайлович Бобров был на ваших экранах. Скамейка сборной Советского Союза. Бобров и Кулагин, тренера нашей команды. Всеволод Бобров главный. И Борис Кулагин, его помощник. Канадской командой руководили Гарри Синдон и Джон Фергюсон. Вот Гарри Синдон как раз на ваших экранах. Вы знаете, мне кажется, Олег, сейчас почему не возобновляется игра, идет рекламная пауза. Это принято в Национальной Хоккейной Лиге и до сих пор. Наверное, в тех матчах было то же самое. Да, действительно, потому что эти матчи напрямую транслировались и на Канаду. И было подсчитано, что зрительская аудитория в Советском Союзе в каждом матче этой серии составляла около 100 миллионов человек. А в Канаде и США 25 миллионов. Но надо учитывать, что там просто население поменьше, чем у нас. Но рейтинги, безусловно, были высочайшие у этих трансляций и в Канаде уж в особенности. Ну и на Европу тоже эти матчи транслировались. И любители хоккея в Швеции, Финляндии, Чехословакии могли наблюдать за ними. Гарри Бергман. Пас на фланг. Эллис набирает скорость. Снова на площадке Эллис, Хендерсон и Кларк. Харламов здорово сыграл у борта. Передача Цыганкова вперед, но там очень внимательно играет Брэд Парк. Атакующий-то атакующий защитник, но здесь играет строго. Хендерсон. Брэд Парк. Он за воротами. Бросок по воротам, но уже прозвучал свисток судьи. Игра остановлена. Вот мы сейчас увидели Брэда Парка в лучших его проявлениях во всех, во всей его красе. Он сначала здорово сыграл в своей зоне, прервав передачу, потом поддержал атаку. Сделал точный пас и сам же пошел потом на ворот уже завершать этот атакующий порыв. Да, Брэд Парк, ну вы же говорили о том, что это один из лучших защитников на основном хоккейной лиге. И вообще по рейтингу он считался номером 2. Ну а сейчас вы увидите, как канадцы опять же в своем стиле выиграли. Вбрасывали, получили шайбу, выпутались. Давайте еще раз посмотрим. Это, ага, все ясно. Это Кларк. Кларк прикрыл шайбу корпусом, выпутался на пяточок и отправил шайбу в ворота. Но я должен сказать, вот опять же мы говорили о игре наших защитников. По идее сейчас Кларк должен был опекать Александр Мальцев. Но Кларк легко его в силовой обводке переиграл. Вот, но а где были защитники, вопрос. Защитников, к сожалению, на пятаке не было ни одного, на хоккейной пяточке. И вот, как следствие, 2-0. Кларк сыграл очень здорово. Он протолкнул шайбу между щитков у Владислава Третьяка. Хитро сыграл. Ну и отметим Хендерсона, который отдал голевую передачу. Вот эта тройка, самая опасная в составе канадской сборной, она вновь отличилась. 2-0. Канадцы впереди. Ну а как чувствовали себя канадские хоккеисты в Советском Союзе? Потому что не секрет, что для них наша страна, наверное, представлялась, ну, если не империя зла в полном смысле, то, наверное, какой-то неизведанной землей. И большинство из них, наверное, почти никто из них никогда здесь ранее не бывал. Ну, вы знаете, канадцы, вот мы говорили о хоккее, они быстро адаптируются, и в том числе адаптируются вот и в этом матче к большой площадке, да и ко всему. Так же и в жизни. Естественно, приехав в нашу страну, в Советский Союз, они очень были все, ну, образно говоря, напуганы, испуганы. Ну, я, например, знаю, что их пустили в гостиницу «Националь», каждый, войдя в свой номер, стал искать звуки, вот, не подслушивая их кто-то, и так далее, и тому подобное. Вот, но буквально там спустя несколько дней, вот, после первой игры, канадцы уже почувствовали отношение к себе советских людей, советский народ, вот. А оно было очень доброжелательно, потому что, как я уже говорил, в первом периоде простой болельщик знал этих ребят, знал этих блестящих мастеров современного хоккея. И, естественно, у гостиницы постоянно было много народу, брали автографы у них, то есть принимали канадцев очень здорово именно народу. Ну, и, естественно, конечно, и гостиницы, и питание, и все соответствующее было на высшем уровне. Так что вот эта, так сказать, боязнь, что ли, этой стороны, той стороны, в любом случае, у них быстро прошла, и они поняли, что, в общем-то, они находятся в очень доброжелательной стране, где к ним, как к хоккеистам, относятся народ очень хорошо. И вот еще один такой любопытный момент, насколько мне известно, ведь многие канадские хоккеисты приехали с женами, и им позволили это сделать, и они могли общаться со своими вторыми половинами, и, может быть, как-то таким образом снимать напряжение чисто хоккейное. Сборная Советского Союза, насколько я понимаю, выезжала в классическом составе без членов семьи. Вот до этой серии, да, так на самом деле оно и было. А канадцы, это в порядке норм. Если ты хочешь брать жену, пожалуйста, ради бога. Для сих пор то же самое продолжается. Но Борис Павлович Кулагин, узнав об этом, узнав об этом, и подумав, глубоко задумавшись, решил, я уже сейчас не помню, на кого-то чемпион мира, разрешить нашей команде взять с собой жен. Не помню, чем этот чемпионат мира закончился, выиграли мы его или нет, но вот такой эксперимент был. Сборная Советского Союза в атаке. Шадрин отдавал передачу на пятачок из угла площадки. Он находился спиной к площадке, но видел, понимал, что, чувствовал, что кто-то должен туда подключиться просто по ситуации, по эпизоду. Не удалось завершить атаку броском, хотя очень технично вроде бы разобрался Мартынюк с защитником. Но это бросок Александра Якушева. Александр Якушев был лучшим в составе советской команды по итогам вот этой московской части серии. Так, если чуть-чуть забежать вперед, и канадцы, канадские журналисты, канадские хоккеисты его очень высоко ценили. Но и по итогам каждого из матчей признавались по два лучших игрока в составе каждой команды. Так вот, Александр Якушев – это единственный хоккеист, который в каждом из четырех матчей московской части суперсерии 72 входил в квартет лучших. Уже зафиксирован оффстайд, хотя Верий Ляпкин входил в зону и намеревался продолжить атаку, но чуть раньше студия зафиксировал положение вне игры. 2-0. Напомним, канадцы выиграют у сборной Советского Союза. И пока очень уверенно действуют в обороне, очень здорово играют в средней зоне. Так что в свой хоккей сборной СССР сыграть не удается. Да, не удается сыграть в свой хоккей. С одной стороны, и с другой стороны, посмотрите, еще практически я не видел ни одного опасного момента у ворота сборной Канады. Наверное, прошло уже минут 7-8 второго периода. Вот сейчас удалось задержаться в чужой зоне, бросок от синей линии, и попытался там Александр Мальцев подставить клюшку. Александр Мальцев очень ценил силу Бобров и говорил о том, что Мальцев порой напоминает ему себя самого. Времен хоккейной молодости такой же смелый хоккеист, не боится боли, не боится ударов, умеет сыграть индивидуально, но при этом видит партнеров и способен отдать мягкий, точный пас. Вы знаете, Олег, я добавлю к тому, что вы сказали, только лишь одно. Вот в этой серии, как я считаю, Мальцевы немножко неправильно использовали наши тренеры. К сожалению. Я не хочу, еще раз повторяю, плохо говорить о наших тренерах, о Сергею Николаевичу Боброву, о Борисе Павловиче Хулагине. Вот это великие наши советские тренеры. Но, но, Мальцев играл центральным нападающим. Может быть, может быть, потому что был такой прецедент, когда Мальцев, и я, кстати, вместе с ним играл, его Тарасов с Чернышевым поставили на левый край, старшина в центре, а я справа. И вы знаете, было блестящее звено. Мальцев забивал уйму шайбы, и в том числе мы играли серию в Канаде. Так что, может быть, может быть, я еще раз подчеркиваю это, что его вот именно в этой серии не совсем правильно тренеры использовали. Мальцев был разносторонним универсальным хоккеистом, и, может быть, вот этот универсализм иногда выходил ему боком. Подсчитано, что Мальцев был рекордсменом сборной Советского Союза по количеству сочетаний, в которых его использовали. Да, вот подтверждение моих слов. И он ни одно, я уверен, сочетание не испортил. В этой серии, к сожалению, Александр Мальцев не забросил ни одной шайбы, ограничился пятью голенными передачами. Хотя вот в прошлых матчах, что мы смотрели, еще увидим. У него были моменты, иногда просто не везли. Ну и, конечно, вратари канадские тоже выручали. Опасный момент, ведь канадцы играют в меньшинстве. У них удален Рон Элис, и вновь наш защитник отдает шайбу на кружку, буквально сопернику на своем пятачке. Вот это вот те ошибки, которых у канадцев было, к нашему сожалению, меньше уже в московской части серии. Но вот в этом матче пока, по крайней мере, так оно и есть. Пока у канадцев есть силы, и они сохраняют способность играть в свой строгий хоккей. Тот, который они запланировали. Тот, который, по их мнению, должен им принести успех. Степлтон. Вчетвером даже пытаются канадцы атаковать. Степлтон подключался, но как только он пошел вперед, тут же откатился в оборону один из нападающих. В данном случае это был Жан-Поль Паризе, 22-й номер. Михайлов. Вот опасный момент. Петров бросает с неудобной руки, и снова Тони Эспозита свою команду выручает. Курнуае. Самый быстрый хоккеист в составе сборной Канады. В участке хорошо Кузькин сыграл. Курнуае все делал правильно, сделал передачу налево, но Кузькин положил клюшку на лед, и Шайба уже после такого броска, что ли, нападающего Канадцева попал ему в клюшку, и все это закончилось благополучно для нашей команды. Вообще, я должен сказать, что вы понимаете, вот пока, во всяком случае, в этом матче, наша команда не показывает, за исключением, пожалуй, начала встречи, тех скоростей, на которых обычно играли мы в то время. А вот даже сейчас, буквально последние пять минут Канадцы превосходят нас по всем компонентам, и в том числе заставляют ошибаться нашей защите, о чем вы уже сказали. Канадцы уже в полном составе, но, может быть, вот то превосходство, которое наша команда имела, благодаря тому, что раньше начала готовиться к этой серии, оно постепенно, постепенно уже нивелировалось, потому что Канадцы за счет игр, через игры, как они это привыкли у себя в национальном чемпионате, в чемпионате национальной хоккейной лиги, они через игры уже входили в ту форму, которая им была необходима. Да, это с одной стороны, и с другой, я не вижу пока у наших ребят той искрометной игры в пас, с хорошим катанием, открыванием, пока больше индивидуальных действий нападающих, и это на руку только Канадцам. Они легко разбираются в этих ситуациях, и обыграть их в такой хоккей очень сложно. Вновь удаление в составе канадской сборной. Гарри Бергман отправился на скамеечку штрафников. Пока арбитр гораздо строже наказывает канадцев, у них больше удалений, но при этом, если мы посмотрим на количество бросков в створ, вот, допустим, по первому периоду, 12-9 в пользу Канады. Но и счет 2-0 в пользу канадской сборной. Мальцев в шайбе. Он у борта, и тут же его атакует Филоспозита, и другой хоккеист, который находился рядом, канадский хоккеист, это в данном случае был Паризе, тут же идет на подмогу, и шайба уедена в среднюю зиму. Вторая попытка нашей команды закрепиться в зоне соперника. Лученко к воротам шайбу направил. Там Петров не сумел на ближнюю штангу пробиться. И снова шайба выброшена. Нет, очень, очень много ошибок мы допускаем. Как говорят, не идет игра у нас в команду. Вот момент для броска. Попытка добить Мальцев в падении переправлял шайбу в ворота, но Брэд Парк распластался на льду и помог своему галкиперу. Выход из зоны, и даже здесь возникают проблемы, но проблема возникает из-за того, что канадцы активны. Канадцы активны, но защитник не имеет права делать такие передачи в крючок в своей зоне канадского нападающего. И опять же, вот Геннад Цыганков сейчас вошел, а вот Володя Петров чутки потерял шайбу, что тоже очень не характерно для этого нападающего. И вот когда играют пять против четверых хоккеистов, должна ходить шайба, шайба перемещаться постоянно, чтобы найти свободного игрока за счет перемещения шайбы. Естественно, четверохугольник будет тоже перемещаться, и тот должен произвести бросок. Пока у нашей команды этого, к сожалению, не получается. Вот Бергман уже выслушал. Вот вы знаете, вы видите, элементарный пас, и Викулов, если я не ошибаюсь, да, это был Викулов, делает неточную передачу. Да, и вот как раз в продолжение того, о чем вы говорили, последовали все-таки два броска за этот двухминутный отрезок по воротам канадцев, но оба броска наносились защитниками. Лученко вот сейчас бросал, в частности, в последней атаке, от синей линии. То есть на пятачок шайбу доставить не удавалось. Там, ну а добивание, добивание это хлеб канадцев, они подбирали шайбу и выводили ее за пределы своей зоны. Даже вот сейчас мы слышим, как активно болеют канадские зрители на трибунах, и канадские комментаторы отмечают то, что поддержка сборной, которую тренирует Гарри Синден, идет очень-очень хорошая. Хотя не секрет, что по итогам канадской части этой суперсерии довольно негативное отношение было к тому, что творят на льду парни Синдена, и Фил Эспозита вынужден был даже выступить со специальным обращением, где призывал нацию сплотиться и поддержать свою команду. Он говорил, что освистывать своих хоккеистов, наверное, это не самое правильное занятие. Но все изменилось, и действительно, вот оказавшись на чужой территории, видимо, канадцы, почувствовав себя, может быть, в враждебном лагере, как бы к ним ни относились здесь простые люди, все-таки канадцы приехали бороться за победу. И вот эта собранность, наверное, им помогла. Да, Бюхо. Перо пытался длинной диагональной передачи вывести своего партнера на бросок, чуть-чуть не рассчитал. Вот практически половина матча позади, и 0-2 сборная Советского Союза проигрывает. Да, 29-я минута встречи, если быть точным. И мы слышим канадских зрителей, канадских болельщиков. Да, к сожалению, канадских болельщиков. Бросок по воротам, может быть, в канадской манере наши сейчас действовали, в лучшей канадской манере, потому что только выиграно в бросовании, Викулов тут же резко с кистей бросил, тем более, что Тони Аспазита был закрыт своими чужими игроками, но сумел среагировать. Кларк за воротами сборной Советского Союза уже прозвучал свисток. В паузах канадцы несколько раз пытались общаться с арбитром, и складывается такое ощущение, что, может быть, они не до конца понимают те или иные решения судьи. И вот эти решения иногда кажутся странными. Но, как бы то ни было, счет становится 3-0 в пользу сборной Канады. И шайбу в наши ворота отправляет Пол Хендерсон. Снова, снова вот эта вот тройка отличилась. Кларк был ассистентом, но Ахендерсон отправил шайбу в ворота. Это 32-я минута, и счет 3-0 в пользу канадцев. Посмотрите, вот Михайлов с шайбой, против него Махович. Махович продолжает опекать Михайлову передачи Петрову. А, в общем-то, ну, ошибка при передаче Петрова делал передачи Глинову. Но, тем не менее, это не оправдывает в данной ситуации и в данный период времени на площадке наших кистов. Это вот Саша Гусев немножко передержал шайбу. Посмотрите, какой опасный момент. Да, канадцы, в общем-то, я их рассмотрю, даже в Москве в первом матче, они практически уже знали, как играть в дальнейшем против сборной команды Советского Союза. А мы, не знаю почему, но вот опять же, спустя 35 лет я смотрю за этим матчем, и вот все то, что, ну, вы помните, Олег, было в первой игре, помните, искометные быстрые передачи, передвижения, броски, отбор, куда-то исчезло. Очень странно и непонятно вообще для меня. Пол Хендерсон нам его не случайно показывает, именно он забросил третью шайбу в ворота сборной Советского Союза в этом матче. Ну, и если мы уж заговорили о том, что Александр Якушев был лучшим в составе нашей команды в московской части серии, то Хендерсон, наверное, все-таки заслужил право быть лучшим среди равных, лучшим среди лучших у канадцев. Он забивал в каждом матче, и его шайбы становились победными, вот что важно. Ну, во всех матчах, кроме одного, если иметь в виду московскую, московские встречи. Филоспозитова. На этот раз его атаковали в момент приема, поэтому он толком шайбу принять не сумел, но канадцы продолжают идти вперед, при этом действует довольно внимательно. Мартынюк, может быть, сейчас, вот в наши времена, вот этот вот полумедвежий захват, которым встретил Мартынюка канадский кис, это был Родж Эльбер, может быть, сейчас захват был бы наказан. Да, тогда нет, да. Особенно вот, когда смотришь за игрой на пятачке, за борьбой на пятачке, то не просто сразу перестроиться на восприятие вот того хоккея, потому что мы видим, что на пятачке, в частности, наших хоккеистов, канадцы, бьют, и бьют очень жестоко. Сейчас даже в НХЛ так уже не играют. Ну, в общем, да, так и не играют, но, тем не менее, в НХЛ до сих пор на пятачке играть очень сложно, там делается все за считанные доли секунд, потому что стоит чуть-чуть задержаться, тебя тут же снесут. У канадцев простая философия – охранять свой пятачок, откуда могут тебе забить, и бороться на чужом, где ты можешь забить. Все вроде бы просто. Даже вот сейчас мы смотрим этот матч, и, казалось бы, ну, даже хоккеисты, которые вместе с нами смотрят за сегодняшней игрой, скажут, ну, а что особо, ну, да ничего особо, все то же самое. Да, все то же самое. А вот Салават Юлаев, Уфа, проиграл кубок Шпенгера европейским канадцам, которые даже не то чтобы в НХЛ попасть не могли, они не могли попасть в какие-то американские лиги, и им пришлось уехать в Европу. И тоже играли так же, я вот смотрел встречи, тоже играли так же, просто, абсолютно рационально, грамотно, от обороны, и при возможности атаковали, но это играют совершенно другие, мастера другого уровня. При том, что тактическая выучка у канадцев всегда была на высоте, вот тот нехитрый набор схем, эффективных схем, которые могли принести удачу, ну, практически в любом матче, ими был выучен на зубок. И вопрос был только в исполнении. Только в исполнении, абсолютно верно, да. Чем выше исполнитель, тем лучше результаты, и все. Сейчас канадцы снова атаковали, Бобби Кларк подставлял клюшку на пятачке, шага прошла мимо ворот, а это Викулов уже, и сразу же один канадец его атакует, двое на подборе, а Хендерсон рвется к воротам, он снова свободен по флангу, бросок, и третьяк отражает шайбу, которая была пущена в правый от него угол. Такое ощущение, что постоянно вот у канадцев находится свободный хоккеист на льду, при том, что они внимательно обороняются, но и всегда есть человек, которому можно отдать пас на фланг, и он убежит. Хендерсон, кстати говоря, после того, как бросил, врезался в борт, по-моему, и сейчас ему оказывают помощь. Да, с одной стороны оказывает помощь, но, опять же, может быть. Я говорю, может быть. Он специально делает паузу. Можно будет посмотреть повтор и оценить еще раз, что же там произошло. Вот давайте этим и займемся. Хендерсон получает шайбу на правом фланге, успевает бросить, потом теряет равновесие. Ну, вообще, кажется, что он был не слишком готов к столкновению с бортом, и действительно, наверное, получил некое повреждение, но будем надеяться, все обойдется. Для него, а счет по-прежнему 3-0 в пользу сборной Канады. Думаю, в площадке Хендерсона. При этом, насколько я понял, арбитры не инфицировали нарушение права со стороны игрока советской команды. Хендерсон неудачно упал, просто потеряв равновесие и вот так вот, столкнувшись с бортом. Да, скорее всего, он получил сильный удар спиной от борта, и поэтому он так приходит постепенно в чувство, и я думаю, он проложит защитник Силинг и Фрэнк Маховлич помогают Хендерсону покинуть площадку. Фрэнк Маховлич, он под номером 27 выступает у канадцев. Как раз вот вы рассказывали, Евгений Владимирович, по поводу о том, что канадцы искали в первые дни всяких жучков, подслушивающие устройства в гостинице. Как раз Фрэнк Маховлич по этой части отличился. Действительно, произошел комичный эпизод. Он нашел некий предмет, на полу под паласом в своем номере стал пытаться его разбирать, в итоге люстра в номере внизу, этажом ниже, упала с потолка. Такая вот забавная действительно история, но, наверное, мы можем понять, в какой степени канадцев, это были люди из другого мира в то время, и приехав в Советский Союз, они должны были как-то адаптироваться. Олег, я должен вам рассказать, что Фрэнк Маховлич, видно, еще в те времена уже у него было заложено такое дипломатическое, понимаете, какое чутье, потому что сейчас, насколько мы знаем, он стал сенатором. Так что бдительности в то время его не подводило. То есть политически был подкован? Подкован. Возобновилась игра, канадцы обороняются и выводят Шайбу в среднюю зону. Здесь Александр Гусев тут же попадает под прессинг форварда канадской сборной, и едва наши не расстались с Шайбой. Михайлов. Билл Уайт спокойно распоряжается Шайбой в своей зоне, но здесь не удалось канадцам продолжить атаку. Снова Михайлов. Два их обыграл. Он в чужой зоне. Билл Уайт, крайний нападающий, его встречает. Бросок поворотом. Вот Петров мог отличиться. Шайба прошла над перекладиной. Михайлов. Блинов не сумел завершить эту атаку, но не сумел, потому что ему помешал канадский защитник. Пока мы видим, что сил у канадцев хватает и на то, чтобы прессинговать наших в зоне третьяка, и на то, чтобы возвращаться к своим воротам и там перекрывать все возможные направления развития атаки. Позиционно канадские хоккеисты и защитники, и нападающие играют очень здорово. Да, мы уже об этом говорили, и они просто лишний раз доказывают. Но при одном условии. Если наши начнуты играть против них быстро в пас, то им будет очень сложно. Бросок поворотом. Паризе отдал шайбу Эспозита, и тот бросил в касание. Еще один нюанс, который отличает канадцев. Все, как говорится, заточено под бросок. И если есть малейшая возможность, они атакуют ворот. Якушев. Отличная передача. Бросок в касание теперь ухвал не наших хоккеистов, но мимо ворот. Эспозитом. Лученко вдоль борта. И снова Владимир Лученко. Похожая картина, похожая на ту, которую мы наблюдали уже не раз в этом матче. Получает шайбу наш нападающий, и против него сразу двое канадцев, и еще двое страхуют. То есть успели вчетвером уже оттянуться в свою зону. В виде элементарной ошибки два наших нападающих. Нет канадцев и не точной передачи. Да, плюс еще, к тому прочему, они, если я не ошибаюсь, оказались в положении вне игры, что, в общем-то, очень не характерно для нашей команды. Завершается второй период. 3-0 канадцы выиграют, но то, что ноль на табло напротив надписи СССР, вот это, конечно, настоящая сенсация. Потому что, еще раз напомню, в канадской части серии наша атака работала очень эффективно. Бергман, даже теряя равновесие, сумел сделать точную передачу. Ну, посмотрите, канадцы тоже начинают ошибаться. Вот очень здорово это Викулка сыграл. Ошибся Брэд Парк и такая затяжная. Мальцеву, 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 блестяще сыграл. Да, действительно, наверное, вы правы, Мальцеву в какой-то степени и не везло этой серии. Потому что сделал просто великолепно все. Ну, и канадцы чувствуют, что идет последняя минута периода и лучше, как говорится, синиться в руках, когда нужно отбрасывать, но сейчас момент для того, чтобы атаковать ворота. А я просто обратил внимание, в предыдущей ситуации канадский хоккеист, едва перейдя красную линию, просто вбросил шайбу в нашу зону. Но сделано это только после того, что он пересек красную линию. То есть они, может быть, чуть-чуть и утомились, но понимают, игру читают и таких вот невынужденных ошибок не делают. Да, правильно. Конечно, они, ну, во-первых, это профессионалы, и у них это, в общем-то, уже безусловный рефлекс, который годами выработан. И он понимает, если он выбросит шайбу до красной линии, по тем, по тем, по старым правилам, то вбросывание будет в зоне канадцев. А вбросывание в зоне канадцев этого же опасности при случае, если наши выиграют. Конечно, в этом плане канадцы очень грамотно, очень грамотно. Просто... И вот до сих пор я смотрю вместе с вами, Олег, этот хоккей, и я глубоко убежден, что вот даже спустя 35 лет канадцы мало что поменяли в своем хоккее. Мало что поменяли. Они единственные, пожалуй, стали играть больше в пас, особенно при создании контратак. То есть разыгрывают шайбу, не жадничают, не самостоятельно решают эти моменты, о чем я говорил. Два против одного, один, три против двух. То есть стараются отдать партнера, которые находятся в более выгодной ситуации. А так все то же самое. Маховлич, Фрэнк Маховлич отдал не очень удачную передачу. Наши вошли в зону. Билл Уайт. И посмотрите, видите, выброс из зла. Все просто, все просто. Да, могут сказать, некрасиво, я согласен, некрасиво, но ненадежно. А счет-то в пользу канадцев. Проброс всего лишь 22 секунды остаются до окончания второго периода. 3-0 сборная Канады впереди. Паризе в первом периоде открыл счет и во второй минутке Кларк и Хендерсон забили вторую и третью шайбу в наши ворота. Причем Кларк отличился с подачи Хендерсона, ну а Хендерсон забил после того, как получил передачу от Ла-Пойнта, которому, в свою очередь, сделал точный пас Бобби Кларк. Бобби Кларк, кстати говоря, на точке вбрасывания вот этот ответственный момент в последние минуты периода вбрасывания в зоне канадцев. Именно он будет бороться с Петровым. Степлтон не играл только в первом матче серии, а потом появился в составе и уже место своего никому не отдавал. Кускин начинает, может быть, последнюю атаку нашей сборной в этом периоде. Ну и здесь страсти закипают. Блинов и рядом с ним находился Билл Уайт. Сирена уже прозвучала, но судя по реакции судей, удаление последует. Удаление с канадской стороны. Третий период матча с Сир-Канада вот-вот начнется. Удаление действительно последовало по итогам вот этой потасовки в конце второй 20 минутки, но удаление обоюдное. Юрий Блинов у нас и Билл Уайт в канадской сборной оштрафованы и проведут по две минуты на скамейке штрафников. 3-0 в пользу сборной Канады и очень сложная задача перед нашей командой стоит отыграть три шайбы у соперника, который умеет удерживать преимущество и который за две трети этого матча дал очень-очень мало шансов нашим для того, чтобы отличиться. Гарри Бергман опять же все очень спокойно может быть и чересчур спокойно в данном случае передача не достигла адреса ну и мы опять вот слышим, что зрители довольно пассивно себя ведут и может быть в той ситуации, когда надо было поддержать нашу команду, пошуметь, как-то просто покричать, посвистеть вот этого нет Да, но мы с вами говорили об этом. К сожалению, да, в первом матче этого не было. Борис Михайлов бросал. Да, Борис Михайлов. Кстати, Михайлов и Петров на мой взгляд в этом матче наиболее активные игроки в нашей сборной. Особенно Петров, Владимир Петров. Очень много работает на площадке, создаёт моменты, имел моменты для того, чтобы забросить шайбу. С одной стороны, мастерство Эспозита не позволило этому сделать, с другой стороны, может быть, как мы уже с вами говорили, не хватило и немножечко везде. Выиграли наши вбрасывания. Бросал Рагулин. Харламов, он на пятачке, бросок с неудобной руки и снова Тони Эспозита. Наши продолжают контролировать шайбу. Снова Харламов. Вот здорово Ляля сейчас сыграл, очень здорово. Бросал Цыганков, Викулов был там на штанге. Вот Викулов с шайбой. Сложно было, здесь шайба должна была через две канадские клюшки проскочить, чтобы прийти к партнёру Викулова. Викулов, ему предназначалась эта передача. Харламов, но на этот раз приходилось без скорости играть и стоя на месте довольно сложно было пройти канадского хоккеиста. Ну вот обратите внимание, сейчас игра идёт 4 на 4, но наша команда заперла канадцев в их зоне. Да, и благодаря блестящей игре Валерия Харламова он дирижирует сейчас игрой нашей четвёртой. Викулов, он в чужой зоне, бросок мимо ворот. И появились на площадке оштрафованные кисты, теперь команда в полных составах Степлтон. Опять мы видим, что канадский хоккеист до последнего ведёт борьбу и уже лёжа на льду всё же успевает сохранить контроль над шайбой. Бросок Филла Эспозито. И подбор за канадцами. Вот неточная передача, можно атаковать 2 в 2. Якушев бросает и бросок очень неудобный для вратаря. Бросок из-под защитника. Да, из-под защитника. Из-под защитника сыграл хорошо. Паризе. Чуть-чуть замешкался Паризе и партнёры вынуждены были остановиться, чтобы избежать офсайда. Стояли на синей линии и там уже было непросто атаковать канадца. Франк Маховлич. даже его длинных рук не хватило для того, чтобы выкрасть шайбу у Александра Якушева. Интересно, что сами канадцы называли Якушева русским Франком Маховличем. Комплимент, которого еще надо было заслужить от взыскательной канадской фиблии. Там уже был свисток, но все равно Курнуаев включил просто сумасшедшую скорость. Действительно, очень быстро маневренный фикист и сейчас бросал по нашим воротам. Он доставил много неприятностей нашей обороне еще в Канаде в начале серии. У меня сложилось такое впечатление, что наши фиблии добавили скорость пока и имеют в первой минуте третьего периода преимущества над канадцами. Хотя, вот смотрите, какая ошибка. Вы знаете, Олег, не канадцы, скорее всего, создают нам угрозы, а мы сами себе. А канадские защитники этого не делают. Во-вторых, очень показанно. Ну, смотрите, элементарная ошибка, ну, элементарная. Да. И просто такого не может быть. Ну, как же здорово сыграл Третьяк. Он находился без работы на протяжении нескольких минут в начале третьего периода. Казалось бы, должен был остыть, да? Но в первой же ситуации, когда потребовалось собраться, он выручил команду, хотя казалось, еще за секунду до этого, что ничто не предвещало угрозы. Атака наших. Юрий Блинов. Ну, Блинов сейчас забросил отличную шайбу. И, дайте посмотрим. Михайлов касание Петрова. Я уже отмечал этих двух кистов. Петров отличный пас слева Блинову. И Юра просто показал сначала бросок в вратарю Тони Эспозиции, что он будет бросать. Тот поверил, вылетелся из ворот, он сделал паузу, убрал влево и отправил шайбу в хустые ворота. Это вот класс игрока. И это, в общем-то, советский хоккей. Михайлов всего-то потребовалось три передачи. Раз, даже две. Да. Раз, два, пожалуйста, выход один на один, гол. Вот, когда наша команда играла вот в такой хоккей, то канадцам было чрезвычайно сложно. Михайлов Петров Блинов. Вот так выглядела эта тройка. Валерий Харламов играл с другими партнерами по ходу этой серии. И два в одного уже канадцы убегают. Правда, успевает вернуться наш хоккеист. Ну и здесь помешал цыганков прицельно бросить поворотом. А чем было вызвано вот это решение использовать Харламова не с привычными партнерами по ЦСКА, а в другой тройке? И насколько оно себя оправдало на вашу? Вы знаете, на мой взгляд, Валерий сыграл блестяще. Вот. Но именно он сыграл сам по себе здорово. Как единица. Как действительно величайший советский хоккейст. А тройка в целом сыграла очень. Ну, мягко говоря, средняя. Средняя. А вот Блинов с Михайловым и с Харламовым с Петровым сыграл очень здорово и звено сыграло хорошо. Так что я считаю, что, наверное, лучше было бы оставить Харламова с привычными его партнерами и мы бы имели два очень мощных звена. третий. Третий достаточно было хоккейстовый, из которых можно было создать и третий очень хороший звен. Харламов. Точная передача. Здесь Владимир Петров. Бросить поворотом не удалось. И вновь диагональная передача. И кто убегает один на один? Я думаю, что вы уже догадались. Пол Хендерсон, вы были правы, Евгений Владимирович Хендерсон, получив травму в конце второго периода, какое-то время восстанавливался, пришел в себя и не только вернулся в игру, но и забил очень важный гол. Посмотрите, какой блестящий пас. И пас такой накидочкой вверхом через всю площадку, которую очень тяжело остановить, кроме есть только рукой. Еще раз посмотрим. Давайте еще раз. Вот посмотрите. Это Клар. Видите? Он делает просто простые накиды. Попробуй остановить. Чем? Очень сложно. 4-1. Только-только нашей команде удалось отыграть одну шайбу, и канадцы снова восстановили преимущество в три гола. И вновь сработала связка Хендерсон-Кларк. Хотя связкой они стали только в составе этой сборной. Напомню, что представляли они разные клубы. Хендерсон играл за Торонто, ну а Кларк представлял Филадельфию Флайерс. Если я не ошибаюсь, все четыре шайбы в тройке забили Торонто. Вот первый только гол это Паризе с подачи Перро, а затем Кларк, Хендерсон и снова Хендерсон. Дубль Пола Хендерсона, еще одна шайба Кларка, но и 4-1. 4-1 Филаспозита на точке вбрасывания против Шадрина. Ну, вы знаете, у меня сейчас складывается такое впечатление, что канадцы сейчас попытаются забросить пятую, шестую шайбу, они любят, выиграют. Это чистая психология. Они думают, все-таки русские слабоваты, слабоваты. Даже мы вот еще находимся не в хорошей физической форме, но вот уже приехав в Москву, идем 4-1. И на самом деле, смотрите, атакуют, атакуют, и я думаю, это они делают напрасно, потому что если наши сейчас включат скорости, пас, все, о чем мы до этого с вами говорили, то им придется очень сложно, потому что силенок-то у них не хватает явно. Надо учитывать, что канадцы преодолели расстояние по воздуху, довольно значительные, но акклиматизироваться, наверное, уже успели, тем не менее, все-таки путешествия и другие разные площадки, ну и судейство, к которому им еще предстояло привыкнуть вот по ходу этих матчей. Михайлов Блюнов в зоне соперника, передача на Бориса Михайлова, если бы пас прошел, то Михайлов как бы в касание бросать с близкого расстояния. Курануае, Курануае. Курануае. Вот здесь, в такой ситуации, в углу своей зоны у борта Курануае, конечно, был не столь опасен. Он попытался сделать передачу, может быть, но там впереди никого из партнеров и не было, кто мог принять этот пас, поэтому проброс и игра возвращается к воротам Тони Эспозита. Снова Михайлов, Петров и Блюнов на площадке у советской команды. Фрэнк Маховлич поборется за шайбу. Он ее выиграл. И сразу же попытка сыграть на быстрого Курануае, чтобы тот убежал в отрыв. Вот такой действительно складывается ощущение, видимо, оно нас не обманывает, что шайба быстрее заходила у советских хоккеистов в третьем периоде, но уже ситуация обязывает, надо прибавлять даже при том, что сил-то наверняка тоже немало оставили вот за эти два периода, тем более, что забивать никак не удавалось и, наверное, когда игра не слишком получается, то и усталость она больше чувствуется. Да, конечно. Фрэнк Маховлич на ваших экранах. Всего лишь одну шайбу забросил он по ходу этой серии, отдал одну голевую передачу. Но мы уже говорили о том, что самые раскрученные, самые яркие хоккеисты в составе сборной Канады может быть не так блеснули, как тот же Хендерсон, тот же Кларк, Мальцев Харламов очень здорово клюшкой сыграл Степлтон. И бросок Пола Хендерсона, бросок из средней зоны, но тут же его партнер, это был Рон Эллис, пошел на добивание и третьяк вынужден был шайбу зафиксировать и теперь будет вбрасывание у наших ворот. Кларк против Мальцева. А теперь Хендерсон, потому что Кларк слишком активно себя вел, по мнению судей, и вынужден был уступить место своему партнеру. Хендерсон ошибается, очень грамотно сыграл Харламов, он затормозил и избежал офсайда. Бросок Рагулина. Мальцев. Мальцев на пятачке. Бросок по воротам. И рядом со штангой. Канадцы стараются опасно играть на контратаках. Периодически у них это получается очень даже здорово. И вот сейчас, например, шайба едва не оказалась в наших воротах. И снова, кто был активен, активен был Пол Хендерсон. Он на пятачке пытался шайбу переправить в сетку после передачи Кларка. Это Уайт. Да, ну, наши сейчас добавили, добавили скорости. Бросал Япшев. И шайба в сетке. Просто великолепно сыграно. Подставлена клюшка. И здесь уже Тони Эспозитес с Рогидом не сумел. В канадской манере сыграл и Ляпкин, и Анисин. Ляпкин не стал бросать по воротам, а он увидел Анисина, стоявшего около штанги. Ну, давайте посмотрим. Видите, Анисин подставил клюшку и шайба изменила направление и уже Тони Эспозита ничего не смог сделать. И вообще, в таких ситуациях вратарю очень сложно. Потому что это все происходит неожиданно. Началось он с броска Яхшева. И тут же счет становится 4-3. Всего лишь 8 секунд прошло с того момента, как отличился Анисин и забивает уже Владимир Шадрин. Ну, вот это вот уже наверное шок для канадцев. Да, наверное, с одной стороны шок, а с другой стороны канадцы просто не готовы к этому были. Я думаю, они рассчитывали, что игровые продолжатся в том же русле, в котором она началась и, в общем-то, на протяжении почти всего мощей проходила. Ну вот, быстрые две шайбы и ситуация резко изменилась на площадке. Настолько все стремительно произошло, что даже режиссер не успел за развитием событий. мы смотрели повтор в этот момент в этот момент сбрасывали в пасе. не грань, игра в пасе. Вот наши стали играть в пасе на партнера. и движение сразу появилось еще одна характерная деталь измерения. то, что подбор в чужой зоне после того, как вратарь отражает шайбу все чаще оказывается за нашими и снова бросают подбор за нашими оказывается. Не успевают канадцы. Как все может измениться буквально в течение одной минуты только что канадцы ввели 4-1 и уже счет 4-3 близится к окончанию первая половина третьего периода. Тогда, напомним, третья 20-минутка делилась на две части, но никакого перерыва не будет, просто команда меняется воротами и продолжит матч прямо сейчас. 10 минут остается до окончания матча и счет 4-3 в пользу канадцев, но две шайбы подряд забросила советская сборная. Кларк бросался в неудобные руки. Снова остановлена встреча. Мы здесь не могли видеть, что же произошло, но по-моему вновь будет обои удалено. в конце второго периода был похожий эпизод, когда по одному хоккеисту с каждой стороны были удалены. И вот сейчас у нас отправляется Геннадий Цыганков на скамейку оштрафованных. И у канадцев тоже удален игрок, и снова команды будут действовать. два, четыре на четыре, Вы знаете, мне кажется, обоидное удаление выгоднее нам, чем канадцам. Потому что, мы уже говорили, большая площадка и меньшее количество игроков на ней находится. и наши, в общем-то, сейчас, на мой взгляд, физическое плание немножко превосходит канадцев. Да, и вот в тот позиционный хоккей, который приносил канадцам успех на протяжении большей части матча, конечно, играть вчетвером гораздо сложнее. Да, гораздо сложнее. Потому что больше пространства. Больше пространства, совершенно верно. Что еще заметно, начиная, может быть, со второй половины второго периода, что эффективность канадского фарчекинга снизилась. Мы видели в начале матча и весь первый период, в начале второго периода, как канадцы очень здорово прессинговали наших защитников у ворот третийка. Потом это постепенно стало сходить на нет. Ну, и сейчас мы видим все чаще, как довольно свободно могут начинать атаки наши защитники. То, чего не было в начале матча. совершенно верно. Да, в общем-то, игры у ворот третийка очень мало. вот эти кадры, наверное, не нуждаются в особом комментарии. Вот так вот болеют канадцы. Наверное, режиссер трансказа специальный выход в кадр. что характерно, у многих из них в руках флажки, да? у всех практически были флажки, а вы слышите, сейчас так и жиденький, жиденький, шайбу, шайбу. Хотя, стадион должен был реветь. А вы, пожалуйста, Гусев, великолепный бросок. Мы говорили о том, что наши защитники получили больше свободы, не только в том, чтобы начинать атаки, но и в том, чтобы их завершать в чужой зоне. Вот такой вот счет. в сетку ворот, вы знаете, в левый, в верхний отвергая угол. Еще можно отметить нашего хоккиста, который перекрывал обзор Тони Эспозита, находясь на ближней штате. тоже очень важный этот момент. И он сумел там задержаться, и он остался там один, и никто из канадцев его не успел сдвинуть. Лично для меня это напомнило какой-то фрагмент, что ли, первые грифы Монреаля с канадцами. И вновь, вновь нашего атака. Смотрите, опять момент, это должен Саша забивать, два мальца был жизнью. Если это он был... По-моему, это Михайлов. Михайлов, да. Михайлов бросал. И даже, видите, вот удача отворачивается от нас. Неизвестно почему. Хотя, ну, это сто процентов какой-то хоккейный момент для того, чтобы забить гол. И ситуация очень похожая на ту, которая складывалась на десятой минуте, когда наши забросили шайбу, и тут же получили момент для того, чтобы вновь отключиться. Выход один на один. Третьяк выручает. Нам показывали Кларка на скамейке, штрафников. Ну, в этот момент... А, нет, это... Жан Ротель. Джан Ротель выходил, да. Молодец, Глаз. Сейчас выручил в очень важной ситуации. Забить канадцы этот гол, то вряд ли, ну, как мне кажется, нам удалось бы отыграться. Это шайба добавила по канадцам внутренних психологических сил, эмоций, и так далее. Короче, вот сейчас игра идет, как я считаю, до шайбы. Хотя мы все знаем этот результат, что мы выиграем. Но, тем не менее, вот сочетание именно психологии. Вот сейчас Якушев. Неплохо. Но сам нужно найти партнера. И посмотрите, вот, если я не ошибаюсь, левый защитник, а, нет, это Шадрин был. Смело пошли атаковать канадских защитников. Но, видите, как с канадцами полуошибка, и уже момент. О, вот сейчас повезло нам, потому что канадец совершенно неожиданно, мне кажется, усталость упал на колено вместо того, чтобы бросить шайбу по воротам. Да, а до этого, буквально за пару секунд до этого, ну, полуметра не хватило порезе для того, чтобы замкнуть передачу. Да, но это, вы знаете, Олег, это все-таки усталость. Усталость. Если какие-то свежие, то в таких ситуациях, как правило, вот как-то находит положение тела, корпус тела, балансировку тела для того, чтобы завершить атаку. А когда человек устал, у него уже нет силы, это очень сложно сделать. Ну, и, наверное, канадцам довольно сложно, пусть они профессионалы, они все опытны, им сложно психологически перестроиться с того, что счет был 4-1, и теперь ничья, и теперь все надо, по сути, начинать заново. А сил нет. Да, сил меньше, по крайней мере, и меньше, чем, наверное, меньше сил. в начале. Силинг сыграл на Хендерсон. Хендерсон тоже хороший. Канадзе, конечно, Хендерсон вот в этом матче Хендерсон, ну, вы уже сказали, он во всех играх, в этом особенно, в этом просто сильнейший был на площадке. Кларк проигрывает вбрасывание, бросок Цыганкова от синей линии. Харламов. Очередная атака нашей сборной, бросок, и шайба выше ворот проходит. Вот как, обратили внимание, да, как начинают играть в пас, так тут же возникают моменты, не успевают канадцы, начали кулы, забывают голы, блестяще, блестяще, а где канадские защитники, вот о чем мы говорили. Мы заставили их ошибиться. Вы посмотрите, Викулов подхватывает шайбу, за которую боролся Валера Харламова, обыгрывает защитника, выходит с левого фланга, и просто блестяще в советском стиле обыгрывает Тони Эспозиты. И счет 5-4 в нашу пользу. И эта атака родилась из предыдущей атаки нашей команды. Канадцы вроде бы отбились, но перестроиться не сумели, и Харламов как раз там навязал борьбу среди занятий. навязал борьбу потом, и шайба после борьбы оказалась в зоне канадцев, и подхватил Викулов, и вот видит уже все остальное, как Викулов были сяще, забил 5-й гол. 5-4 в пользу сборной Советского Союза, это при том, что еще в начале третьего периода счет был 3-0 в пользу канадцев, потом они вели 4-1, и вот 4 шайбы подряд забросила наша команда, ну и третий период это уже период советского хоккея. Характерный эпизод, в сложные моменты матча, уже ближе к концу матча, тренер канадской команды Гарри Синден использует тех, кому лучше всего удавалась игра на протяжении всей встречи, и поэтому вновь едва переведя духа на площадке Хендерса, Кларка, Элис. Совершенно верно. Кстати, и наши тренеры делают то же самое, потому что с 9-го Петрова львиную долю времени провела в этом матче на площадке. Хотя и пытался вот Силан Михайлович Бобров немножко как-то чередовать, то есть, ну, первая, вторая, третья тренера нападающих должны выходить. Но все равно в критические моменты, да в большей части, это опять, если я не ошибаюсь, Петровское звено. И совсем немного остается нашей команде до победы. Истекают уже последние минуты матча. А, вот, смотрите, интересный момент. Бобров поставил к Петрову Свихайлову Харламова. Вот сейчас Валерий Шабет передачи. Посмотрите сразу, что возникает момент. Вот, одна смена, о чем я говорил. Может быть, действительно я был прав. Да, 35 лет прошло. Да, момент был действительно шикарный. Посмотрите, одна смена, одну смену Валерий сыграл в своем привычном армейском звене тут же. Ну, это просто аплодисменты Тони и Спозит. Если бы не он, то Владимир Петров конечно использовал. Вот, пожалуй, такое сыгранное звено и действительно великая наша тройка форвардов во главе с Валерием Харламовым. Да, и пас Харламова был просто гениальным. Вот, в очередной раз просто потрясает воображение его способность мгновенно ситуацию ценить и выбрать верное решение. Тут же передача Петров свободен, выходит. И посмотрите, ох, чуть-чуть, Боря Михайловна, сделай паузу, отдай, и Валерка бы наверняка сейчас смог бы забить шестую шайбу. Но, все же будем справедливы, вот буквально за несколько секунд до этого момента ворот канадцев была ситуация и у наших ворот, когда Курнуае бросал в упор практически и третьяк спас команду. Может быть, и это был кульминационный момент тоже. Может быть, может быть. Но одним словом, Олег, я вот, мы с вами уже второй матч комментируем, и я хочу сказать, что, в общем-то, играли две великие команды. И они были достойны друг друга. Все матчи московской части серии завершались с преимуществом одной из команд в одну шайбу. В этой игре советская сборная, уступая по ходу встречи в три шайбы, сумела вырвать победу. Последние секунды матчи истекают. 5-4. Сборная СССР выигрывает и одерживает третью победу в этой серии. Вместе с вами за этим матчем наблюдали заслуженный мастер спорта Евгений Зимин и комментатор НТВ+, Олег Пирожков. Последние секунды и победа советской сборной. Субтитры создавал DimaTorzok